Сотрудники администрации Чамлыкского сельского поселения решили завершить осенний период года субботником. Вооружившись орудиями труда, они вышли на улицу, чтобы навести порядок. Работу по логоустройству возглавил глава Валерий Базовутский. Гордость станицы – березовая роща в самом центре. Поэтому в первую очередь все внимание ей. У молоденьких берез обрезали лишние ветки, чтобы весной они набрали силу и дальше развивались. В плане наведения санитарного порядка, отметил глава Валерий Базовутский, надо начинать с себя, со своего дома, улицы, зон отдыха. Весну встретить красиво. Мы решили стволы обрезать. Дальше возле администрации. Мы же с гражданами говорим, что возле дома должно быть красиво. А надо начинать с себя. Вот мы решили начать с себя. В общем, как у нас говорят про зиму и лето. Но мы говорим, что мы осенью будем встречать весну. Готовимся к красивой весне. Должен быть красивые клумбы, здание должно быть, двор ухоженным, чтобы люди, проходя, видели, что мы стараемся. Ну и капелька за капелькой влияет на психологию нормальных людей, которые будут стараться, глядя на нас, что-то и дома делать. Личным примером местные власти хотят показать станичникам, что место, где ты живешь, надо беречь и ухаживать за ним. И если говорят, что встречают по одежке, то по состоянию территории можно судить о проживающих на ней людях. Жители Чамлыкска свою малую родину любят, поэтому всегда стараются поддерживать на территории порядок. Я здесь родилась, я здесь выросла и работала, и все, и живу до сих пор. Какая она? Чистая, мне кажется. Каждый нас смотрит за своим этим, ну как при дворе. Убирается все, я не знаю. По-моему, все нормально, все хорошо. Такие санитарные дни в поселении проводят часто. Вместе собирают мусор, высаживают цветы. На улицах появилось и много декоративных кустарников, деревьев, в том числе и хвойных пород. В этом году на въезде из станицы было высажено 120 берез. Чтобы благоустроить нашу станицу, это начинается все от администрации. Мы вышли как убрать, во-первых, сейчас такая пора осенняя, убрать листву, подготовить веточки для дальнейшего роста к весне. Ну и тем самым приводим пример для наших жителей станицы Чемлыкской, чтобы каждый вот так, любя свою родину, свою станицу, выходил, наводил порядок возле своей территории, на своих домовладениях. В целом, в плане благоустройства в поселении выполнен большой объем работ. В этом году жители станицы получили в подарок новую тротуарную дорожку. Ее протяженность 600 метров. Самый большой результат, хотя по затратам не так-то много получилось, этот тротуар видели на подъеме. Это была большая проблема, потому что машины, разгоняясь на большой скорости для подъема наверх, они действительно не останавливались. А людей, дети в школу шли по этой же дороге, люди шли на работу. И вот сам поднимался по дороге, переживал за то, что вот действительно людей много. Поэтому, с одной стороны, безопасность, с другой стороны, это удобно, действительно. И не случайно люди приходили в администрацию, спасибо, наконец-то сделали. Но это не наконец-то, а появилось хоть немного средств именно для этого. Капитально отремонтирован подвесной мост через реку. В порядок приведены многие участки дорог. Частично обновлена линия водопровода. Все эти работы удалось сделать благодаря местным жителям, говорит глава. Большую помощь в создании комфортных условий жителям поселения оказывают районные и краевые власти. Кладки сделал депутат Калашников, помог, материал завезли. Березово роща на выезде мы заложили. Сейчас осень смотрели, березы принялись неплохо. Чуть позже сейчас уже вопрос решаем, будем досаживать. Ну а в целом стараемся поддерживать благоустройство, чистоту. По Братской дорогу сделали. Сейчас решаем вопрос еще по некоторым дорогам, несмотря на то, что со средствами проблема, но тем не менее, собственными силами что-то пытаемся делать. Вот прах у нас Игорь Николаевич, фермер, он по улице Мира проложил новый водопровод. То есть переговорили с человеком, человек говорит, давайте я сделаю. И действительно смог сделать, помог администрации, населению. Ну вот так понемногу каждый что-то делает. Ну а кто будет делать? Конечно, только мы сами. Конечно, спасибо властям краевым, поддерживают. Все-таки водопровод по улице Братской два километра, дальше по улице Братской дорога. Это все краевые деньги. Спасибо нашим районным специалистам, которые всегда рядом, подсказывают, подталкивают, помогают с документацией. Поэтому мы успеваем понемногу. В следующем году основной акцент в работе сельской администрации сделан на водопровод. Пошагово делаем. Самая большая проблема на сегодня – это замена водопровода. Мы сейчас давление сети подняли, но пошли порывы. Вот это проблема водопровода. Вторая большая проблема – это дороги. И у нас сейчас вот мы большой такой шаг сделали. У нас депутат Герасика, Андрей Леонид, знаете, очень интересный человек. Он каждый второй четверг проводит прием граждан здесь у нас в администрации. И результатом этого уже работы по энергоснабжению станицы, по обрезке деревьев, то есть оживилось. Человек напрямую встречается с гражданами и действительно решает проблему. В станице Чамыкской хорошо развито тепличное хозяйство. Местные жители выращивают овощи, ягоды, фрукты. В последнее время все чаще в личных подсобных хозяйствах стали разводить кур, уток, гусей. Для реализации продукции местные власти построили несколько прилавков, которые расположены вдоль дорог. Но этого оказалось недостаточно. Совсем скоро в поселении появится специализированный рынок на въезде в станицу. Торговую площадку уже распланировали. Для удобства жителей строят отдельную дорогу, подъезд к рынку. Проблема реализации. Да, мы поставили на выезде в сторону Армавира павильончик небольшой. По крайней мере, люди, которые торговали с земли, уже торгуют в павильоне. Это уже плюс. Ну, понимаете, это штрафы за нарушение правил торговли. Сейчас там немножко благоустроено. Конечно, небольшой объем, но тем не менее есть. Мы немножко благоустроили рынки, существующие два рынка. Но все равно в перспективе должен быть большой нормальный рынок, где будет большой оборот, когда могут приехать из города. Зачем вот наши лабинчане едут в Курганецк для закупки продукции? Ну, и у меня такая вот мечта в недалеком будущем, чтобы лабинчане приезжали не в Курганецк, а в Чамлыскую станицу, потому что рынок мы хотим сделать не меньше, чем в Курганецк. Это овощной павильон, это мясной павильон. И этой работой взял на себя эту тяжелую работу, эти обязанности фермер Бобков Николай Иванович. Он сам за это переживал и говорит, давайте я возьмусь, хотя это проблемно, да, действительно проблемно. Но на сегодня площадка, там более ста камазов засыпано щебня, чтобы, ну, понятно, площадка была хорошая. Ну, и перспектива на следующий год, это овощной рынок. Ну, местного не успеем, потому что там и вода, это санитарные требования высокие. Но, по крайней мере, овощной рынок мы уже запустим. Для того, чтобы граждане уже не пытались их где-то как-то, а централизованно пришли, вот места, и занимайтесь. И люди знают, что есть в Чамлыке большой рынок, куда можно приехать и закупить самое необходимое.